Привет всем, мои хорошие. Я уже даже забыла, как снимать видео, если честно, потому что, не знаю, очень много времени прошло с того момента, когда я последний раз снимала видео. Я даже не помню, о чём это было. Наверное, про дневники, как всегда. Вот. И очень сложно снимать вот так вот спустя столько времени. Ну, потому что просто теряешь слова, и мне нужна улица вечер, освещение совершенно не такое, желтое, если уж под желтой лампой, вот, и желтит мясо, но я постараюсь как-нибудь в редакторе отбелить немножко качество, вот. И у меня в голове совершенно просто полная каша. Я, если честно, я даже не готова к этому видео, потому что у него комментариев поступает в сообщении о том, когда я сниму видео, когда я расскажу наконец-то о себе, когда я покажусь вам, вот. И, ребят, ну, блин, вот, теперь соседи делают ремонт, как всегда. Это, по-моему, у картов в блогере такая проблема. Вот. Но надеюсь, этого не будет сильно слышно. Что я хотела сказать? Вы просили рассказать про операцию, вообще, про то, как я себя чувствую. Ну, как видите, я намного выросла. У меня припал с 15 сантиметров, вот, роста. И я себя чувствую намного лучше. И сижу теперь ровно. Вот. И я, если честно, хотела снять такое видео совершенно отдельное от влога. То есть назвать его, наверное, может быть, до и после операции или как-то, я не знаю, ещё подумала над названием. Но мне хочется рассказать там всё поэтапно и по деталям, чтобы те, кто будут готовиться операций, сами люди, знали, ну, что они пойдут, что их ждёт. Вот. И я сразу скажу, что это не то, что все говорят и все пишут. На самом деле всё намного сложнее. Вот. Самое сложное, это, конечно, период восстановления, когда ты приходишь в себя, когда твой организм просто начинает ознакомиться с этой штукой, которую в тебя вставляют. Вот. Вот. С этой конструкцией. И если честно, то мышцы болят настолько сильно, что, наверное, ни одна тренировка спортивная не даст такой боли и такой нагрузки, как даёт вот растяжение мышц. Вот. Вот. Ну, я думаю, все, кто, наверное, растягивал мышцы и сухожилия знают, что это такое и как это больно, особенно, когда оно восстанавливается и привыкает. Вот. Такие дела. Я не знаю. Мне комфортно лично. Мне нравится то, как я в выгляде стала. И я слышу это чаще всего от окружающих. То есть все говорят, что я очень сильно изменилась, что я стала красивее. И я не знаю, говорят, что я стала совершенно другой. Ну, может быть, так со стороны виднее. Как я и говорила, моя жизнь началась с нового листа. Просто у меня была такая возможность начать реальную жизнь с белого листа. С самого начала. И всё так. Ты действительно привыкаешь заново кушать. Сам учишься. Заново сидеть. Заново там краситься. Умываться. И порой даже просто спать. Потому что первое время ты не знаешь, как найти тебе положение. Как соберечь так, чтобы тебе не было больно. И чтобы ты мог заснуть. Вот. И каждый раз это как новый челлендж. Да. И первый месяц, сентябрь, он был просто зиким для меня. Потому что было очень больно. И боли были настолько сильными, что... Моя когда-то казалось, что просто сейчас потеряешь сознание. Настолько больно. Вот действительно. И я такую боль ещё никогда не испытывала. Хотя у меня много всяких случаев было, да. И именно вот эта мышечная боль от лопатки до шеи, она отключает мозг. Это настолько давит на тебя, что ты уже просто готов на потолок залезть. Вот. Но... Я ко всему этому относилась с юмором. Каждый раз пыталась себя как-то подбадривать. И близкие, и друзья тоже все подбадривали. И все были рядом. Это, конечно, самое главное, когда есть поддержка. Вот. Если бы я была одна, я не знаю, я бы, наверное, просто не вправилась. Потому что именно морально ты очень сильно источаешься от этого. И мозг твой, он уже наизнося. Все нервы просто потрёплены. И... Нужно находить какое-то дело, чтобы просто отвлекаться от этого. Вот. Но я ни разу не пожалела о том, что я сделала вот так, вообще ни разу. Наоборот, только думаю, блин, но никто не говорил, что будет легко. Никто не говорил, что будет не больно. Никто ни о чем просто не говорил, что все будет хорошо, да? Да, все будет хорошо, но и сейчас. Потом обязательно, потом будет все хорошо. Вот. И я сейчас могу сказать, что все хорошо, действительно. Потому что самый такой тяжелый период, он преодолен у меня. Вот. И теперь у меня есть время до апреля, чтобы вновь вернуться в клинику на... На осмотр, да. Послеоперационное такое вот обследование, чтобы проверить конструкцию, чтобы проверить, как там всё внутри прижилось, окостенело ли, или что-то ещё там может быть беспокоит, не дай бог. Вот, но я думаю, что всё будет отлично, потому что мне большего не надо, действительно. Я чувствую себя просто счастлива. Да. Такие дела. Не знаю, что ещё вам сказать. Я безумно скучаю по хэтинке. Я никогда не думала, что пройдёт так мало времени, я уже буду так сильно скучать. Вот. И очень хочется туда вернуться бы скорее, потому что, я не знаю, это мой второй дом. Там я чувствую себя намного лучше, чем здесь. И когда просто даже летишь туда, уже кажется, что какой-то праздник наступает. Новый год или День рождения. Вот. И скорее бы наступил апрель, чтобы туда вновь прилететь, потому что, наверное, для меня это будет самый лучший праздник. Вот. И мне 25 лет, да, исполнилось в этом году. Я до сих пор как-то не верю в это. И не было возможности даже справить этот День рождения, потому что было вообще не до этого. И в тот день просто пришли мои самые близкие друзья. Три человека. Мой молодой человек. И всё, больше никого не было. Как-то так. Мы вместе провели время. Просто общались. И смеялись, смотрели русалочку. Диснеевскую, да. И может быть, это был мой самый лучший день рождения. Наверное. Потому что можно сказать, что это был мой первый день рождения. Моей новой жизни. Да. Так что у меня теперь два дня рождения. 25 августа и 8 сентября. Вот. Не у каждого такое бывает, наверное, да? Что по поводу канала. Я планирую снимать видео. Планирую снимать почаще. Я надеюсь, теперь это намного легче мне даётся. Вот. И просто сейчас немножко неудобно за столом сидеть. Вот. И я всё ещё думаю насчёт того, чтобы поменять свет в комнате, сделать лампу на столе, чтобы можно было снимать рисунки и прочие, да? Творческие видео. Вот. Впереди у меня много разных книжных видео. Наконец-таки я буду делать видео про книжки. Про творческие книжки. Я планирую делать видео на книжки, которые, ну, как бы сказать, по психологии, наверное. Ну, психология, скажем так, и творчество, и личности, чтобы творческим людям было легче с себя разобраться, да? Хотя, у самой надо проблем бывают. Вот. Но. Как только, так сразу, да. Я не буду говорить, когда, что это будет выходить, но оно будет. Вот. Сейчас покажите какие-нибудь видео про дневники. Потому что я помню, что я это снимала ещё в августе, но не до конца их положила. И так же будут обзоры на Wraith's Journal, с которыми у меня, наконец-таки, более-менее идёт общение, знакомство. Потому что у него совсем оперативный блокнот, если честно. Наверное, первый раз вы такое мнение услышите. Потому что у него отвратительная бумага именно для рисования. Хотя там очень много заданий, в которых именно нужно рисовать, что-то делать с краской. Вот. Именно уничтожать его я не хочу. Потому что мне хочется, чтобы он стоял у меня на полке, в более таком цивильном виде, который мне не стыдно потом показать или сама пересмотреть. Также, возможно, будут видеоролики по рисованию, уроке рисования. Я хочу ввести рубрику, где я буду рассказывать какие-то вам секреты по рисованию, где даже рассказывать про разные виды рисования. Ну, в общем, уроки рисования, да. Потом планирую сделать видеоролики про свои рисунки просто отдельно, а про свои скетчбуки, артбуки. Вот. Думаю, вам будет интересно. Так, наверное, я думаю, что пока стоит закончить. Просто я решила передать вам такой привет, что всё хорошо у меня. И я очень рада, что вы ждёте моих видеороликов и что вы со мной. Да. Вот. И я всех целую, обнимаю и пока-пока.